Всем привет, я Арстоцкий, а это Stellaris, и сегодня мы с вами продолжаем играть за коллективное сознание Redis Unity и покорять галактику. В прошлой серии у нас с вами произошло много всего интересного. В принципе, почти каждую серию что-то интересное происходит, и меня это очень сильно радует, но... В прошлой серии действительно произошло кое-что особенное, потому что Redis Unity стал кризисом. Уровень угрозы у нас уже второй, мы с этого получаем какие-то тут интересные бонусы, надо будет со всем этим разобраться, посмотреть, что такое корветы угрозы, попытаться их нанять. И я думаю, что в этой серии мы с вами достигнем четвертого уровня, или может быть пятого, потому что я собираюсь уничтожать все. На данный момент у нас с вами идет война против Commonwealth of Cards, это бывшие мои союзники, и против Адиксов, которые тоже бывшие мои союзники, и они супер слабые, я их легко разнесу. По-моему, за все эти шесть лет войны я с ними ни разу не сражался, но тем не менее усталость от войны у них огромная, и это, я так понимаю, по нескольким причинам. Во-первых, их здесь пожирает серая буря, с этой стороны в прошлой серии их ели рейдеры, которые стали ордой, и которых я уничтожил, которые мои системы тут немного побили, захватили мои планеты, и очень сильно они сломали население на моих планетах. И, например, вот здесь в Ховенске, где у нас жило довольно-таки много редисов, и вроде как они успели туда уже переселиться после войны с кальмарами, теперь их тут не так уж и много, всего 30%, и Оксбракси, как раз-таки вот этих ребят, которые и были рейдерами, тут 23%, еще 23% какая-то другая тоже раса Оксбракси, давайте-ка мы посмотрим, как мы вообще к ним относимся. А, я понял, одни Оксбракси, это уже коллективно разум мой. Кстати, а какой у них предпочтительный мир? Пригодность среды обитания плюс 100%, они везде могут жить или что? Стоп, среда обитания, это вот эти вот штуки, то есть мы Оксбракси можем селить на орбитальные поселения, если они будут становиться частью коллективного разума, ну, в общем-то, все у нас до сих пор ассимилируются, все хорошо. Я бы на самом деле избавился от некоторых редисов, но заниматься этим не особо хочется, кстати, у нас уже практически все сергоги, которые были ассимилированы, а нет, у нас все сергоги ассимилированы, это хорошо, все виды сергогов, все виды уиндаров у нас ассимилированы, 18 рэкетов ассимилированных живет в нашем государстве. Осталось еще 13 неассимилированных лис, но 223 лисы уже ассимилированы, вау, откуда у меня их так много? Они же вроде как сами не производятся, да? То есть на всех планетах, которые у меня есть, собираются только редисы. Я не могу собирать другие расы и производить, но я не ожидал, что у меня будет так много лис ассимилированных. Цины у нас тоже все ассимилированы, даже есть один цин зомби где-то. Ну, в общем-то, в плане рас в целом все хорошо, у нас все ассимилируются, это самое главное. В этой серии мы с вами займемся уничтожением Адиксов и уничтожением Common Wealth of Cards. Точнее, их я хочу починить. Я надеюсь, у меня получится это сделать и их не сожрет серая буря, потому что она активно тут уничтожает все живое. Прямо сейчас идет бомбежка планеты Кадлут, которая принадлежит Цинстар Коммоналити, которые раньше были Цинстар Компани. Я не знаю, что у них там изменилось, почему они решили поменять свое название, но я так понимаю, это из-за смены их принципов. Вся галактика нас до сих пор не увидит из-за геноцида, понятное дело, но меня это уже совершенно не пугает, хотя знаете, что я вижу? Цинстар Компани и Канвисам Синдикейт в одном альянсе. Это я еще заметил в прошлой серии, но теперь я знаю их название. United Information Alliance, окей. Я так понимаю, это научная федерация? Да, научное содружество. Первого уровня. Это значит, что если вдруг я захочу захватить Цинстар Коммоналити или добить Лис, или напасть на Цинстар Компани, то все эти ребята вступят в войну, но меня это на самом деле уже не пугает. Мне кажется, я способен на все, и я готов уничтожить все живое в галактике, либо просто ассимилировать и поработить. Есть у нас одна небольшая проблема. Во-первых, у нас отрицательно растут энергокредиты и минералы. Из-за этого врат к нам постоянно лезет серая буря, и мне нужно будет как-то успевать воевать с врагами, и при этом еще отбиваться постоянно от этих тварей, лезящих из врат. Но я думаю, мы справимся, правда. Энергокредиты меня очень сильно, очень сильно смущают. Минус 2,4 это довольно-таки много, но самое печальное это то, что у меня очень мало минералов, и надо вообще по-хорошему с этим разобраться. Я уверен, что можно снести огромное количество всяких разных построек, которые мне не нужны. Но давайте я здесь, на планете Фусанка, воткну горнобывающий район. Куда у меня вообще уходят все минералы? Деятельность 2100. Скорее всего, все минералы уходят на исследования, на научные лаборатории, потому что у меня их очень много, хотя могло быть, конечно, и побольше. Так, и мне еще нужно перенести древо жизни на планеты, которые я потерял, да? Да, потому что без древа жизни все будет очень грустно. Мой строительный корабль сейчас захватывает системы, в которых раньше находились рейдеры, и я надеюсь, что мы их не потеряем из-за серой бури, потому что тут ил врата. И нужно еще отправить сюда научный корабль, прям прыжком можно его туда кинуть, чтобы он изучал обломки после сражений. Честно говоря, я очень сильно испугался в прошлой серии, когда эта орда появилась, но они оказались довольно-таки слабыми, то есть у них был огромный флот, но, как я понял, каждый раз, когда они какую-то систему захватывали, часть их флота как бы становилась орбитальным поселением или что-то вроде этого. Мне кажется, что я уничтожил не все их флотилии, значит, их либо уничтожил кто-то другой, либо они реально куда-то пропадают после захвата систем, но, может быть, я ошибаюсь. Кстати, знаете, что я заметил? Здесь у нас есть червоточная, естественная, в системе Улкот, которую я хочу захватить. То есть я ее давно уже заметил, но сейчас я понял, что ей можно будет в будущем воспользоваться, если мы будем воевать с Циннами, можно будет просто через нее прыгнуть, и мы из Улкота окажемся в Виндомере, и отсюда можно будет все захватывать. Это очень хорошо, очень удачно. Но до войны с Цинн Конфедерейшн, я надеюсь, пока что далеко, если они сами не захотят на меня напасть. Так, что мы делаем сейчас? Хватит разговаривать, прыгаем, наверное, или просто полетим сейчас в Вейтган, хотя можно, да, туда прыгнуть. Мы, конечно, потеряем часть своей мощи из-за прыжков, но там слабая флотилия диксов, мы их без проблем разнесем. Мы, наверное, сейчас с вами захватим вот эту вот часть, и я уже получу третий уровень кризиса. Так, а что насчет этих кризисных корветов? Вот, корвет угрозы, кстати, у нас тут еще есть ионная пушка, которую можно ставить на оборонительные платформы, или она вместо оборонительных платформ ставится, наверное, да. То есть на космическую базу. Это довольно мощная штука, но нужна ли она мне? Содержание, кстати, тут небольшое, но вот стоимость именно производства высокая. 2000 сплавов на одну ионную пушку, я не знаю, нужна ли она мне. Хотя урон 5-10 тысяч, это, конечно, серьезно. Но в день средний урон у нее 293. Ладно, ионная пушка мне пока не нужна. Я очень сильно хочу сделать титаны, и, по-моему, у меня уже есть такая возможность. Вот здесь у меня в трапесте строится сборочная верфь титанов. Давайте я ее по приоритетам вверх подниму, потому что я хочу парочку титанов сделать. Правда, учитывая мои проблемы с энергокредитами, наверное, это не лучшая идея, потому что один титан 26 энергокредитов жрет, еще и сплавы, но со сплавами проблем у меня нет. Все-таки, наверное, я не буду инициировать прыжок. Пойдем постепенно тут все системы захватим, потом разобьем флот Адиксов и все. Тут была космическая база с мощью 10 тысяч, и мы ее очень быстро захватили. Меня это радует. Так, тут есть планета Мазгот, которую мне, кстати, нужно захватить. Где моя армия? Моя армия здесь. Давайте, вы прыгайте. А вы не можете пока прыгать. Ну, в общем-то, высаживайтесь здесь в Мазготе, постепенно захватывайте планеты Адиксов, на которые у меня есть притязания. Я надеюсь, что я их получу, потому что у меня сейчас война идет за подчинение казов. А да, даже если я сделаю статус-кво, то я получу систему из себя. Но мне нужно достигнуть военных целей и сделать казов вассалами. Надеюсь, они к этому времени не будут никем съедены, потому что желающих съесть всю галактику тут очень много, включая меня. Так, система у нас захватывается, но вот вторжение на систему Максот у меня немного не получилось, потому что я забыл совсем о том, что у меня армия была поделена на двое, и здесь довольно-таки сильный гарнизон. Моя армия эту планету не смогла захватить, но я сюда еще одну прислал, и у меня еще собираются новые армии, так что рано или поздно мы их всех захватим. И знаете, что я заметил, что у нас есть еще один проект кризиса в журнале? Их, оказывается, нужно изучать, чтобы повышать уровень кризиса, и сейчас я этим занимаюсь. Наши лучшие научные дроны подтвердили наличие связи между нашим измерением и покровом. Мы должны найти больше способов взаимодействовать с этим новым слоем реальности. Окей. Только что я открыл теорию вознесения, и мне дали еще один бонус за стремление, еще какое-то свойство амбиции единства, набор указов под названием амбиции единства. Так, давайте посмотрим, что это. Амбиции научная революция. Ого! Стоп, это на содержание будет уходить тысяча единства? У меня столько нет. Научная революция, отчаянные меры. Ну тут много всего интересного, но у меня нет столько единства, чтобы все это содержать. Хотя, конечно, на время эту штуку можно включать, но я хочу открывать традиции процветания сейчас, потому что тут у нас будет снижаться содержание сооружений и районов. Тут строительство будет снижено, и скорость строительства повышена. Комплексные троны будут больше производить. В общем, эту штуку я хочу взять, процветание. Но какие бонусы за стремление тут у нас еще есть? Можно стать защитником галактики и защищать галактику от себя самого, но нет. Так, я хочу что-то, что-то интересное на энергокредиты или минералы. Тут есть такое. Технологический подъем, наверное, мне не особо нужен. Вечное падение. Урон космической базы. Не-не, спасибо. О, проект колосс, кстати, у нас есть. Мы сможем буквально уничтожать планеты. Давайте-ка я эту штуку открою. Вряд ли я смогу этого колосса построить. Наши научные трудни разработают один из самых крупных кораблей, когда-либо известных в галактике, и создадут для него оружие, способное разрушать целые миры. Хорошо, так, особый проект у нас появился. Давайте на него посмотрим. 40 месяцев уйдет на исследование. Давайте я тогда дождусь, когда у нас тут стандартные модели линкоров наконец-то откроются, и мы начнем изучать проект колосс. Боюсь представить, сколько он будет жрать у меня ресурсов, но это вещь интересная. Посмотреть на нее нужно. О, оказывается, я был прав, когда говорил, что я уничтожил не все флотилии рейдеров, потому что вот здесь у нас есть одна флотилия на 18 тысяч, и одна флотилия на 8600. Вроде бы больше других не вижу, а нет, вот, есть еще одна флотилия на 14 тысяч. Она тут адиксов бомбит. Надо будет с ними разобраться. Можно вообще этим прямо сейчас заняться, но мне тогда надо будет основу туда перекинуть. Но потом, потом. Мы вновь расширили свои познания. Любое наше действие создает завихрение в покрове. Даже самые незначительные трудни могут повлиять на мембраны покрова, всколыхнуть это энергетическое измерение. Мы должны освободить его мощь. Прекрасно, что мы получаем? Прогресс кризиса, окей. 200 опасностей мне не хватает, чтобы третий уровень получить. Но мне за завоевание миров дают 250, за подчинение государства 350. В общем, наберем, наберем быстро. О, я могу изучить еще Джаггернауты. Колоссальные сооружения являются в равной мере и космическими станциями, и кораблями. Джаггернаут — это огромная космическая станция, способная ремонтировать корабли и строить новые. Идеальный плацдарм на время наступательной кампании. Тоже крутая штука, но давайте я сейчас выберу ее, но в журнале начну исследовать колосс. И наконец-то я могу захватить этот максот. Хотя тут очень большой урон у армии. Мне кажется, наши ребята не справятся. Значит, нужно еще армии собрать. Мне не нравится, что на это уходят минералы, которых у меня и так нет. Но я собираю армии клонов, они вроде как поменьше едят. Вообще мне нужны редисы-войны. А редисы-войны у нас тут в Старфлауре. Во, армия клонов, редисов-войнов. То, что надо. Прыжками они быстро до сюда долетят. Флот Серой Бурь все-таки добрался до моих систем. Их тут целых две штуки. Один уже забрал у меня Дантаур, второй летит сюда в Асанис. И этот Асанис мне вообще, кстати, не нужен. Хотя тут можно построить энергетические районы. Но, наверное, эта планета мне не особо нужна, так что если я ее потеряю, то это не страшно. Мне главное не допустить того, чтобы их флотили сюда прошла. Куда они вообще летят? Ага, они хотят идти дальше, но я основу свою отправил в догонку. Надеюсь, они успеют их перехватить. Да и дальщики тут тоже активно работают, все захватывают. И, наконец-то, у меня энергокредиты в плюсе. Минералы в плюсе. Господи, я думал, что я уже не доживу до этого. В Алмаур вот этот ни в коем случае нельзя терять. Тут 54 минерала производятся. Нужно эту систему сохранять максимально. Мы исследовали множество возможностей. Теперь нам ясно, что мы можем разработать подходящее оружие класса убийца планеты для наших самых первых кораблей типа Колосс. Другие направления можно будет рассмотреть позже. А пока мы можем сосредоточиться на разработке только одного такого оружия на конечных этапах проекта Колосс. Крушитель миров или нейтронный чистильщик. Так, здесь у нас что? Направленная подача тепловой энергии пригрывает атмосферу и возбуждает ядро планеты, вызывая катастрофическое тектоническое изменение. А в конце создается сравнительно короткая ударная волна, раскалывающая планету. Интересно звучит. А нейтронный чистильщик, это ускоренный шлейф нейтронного излучения, проходит по поверхности планеты, сильно ухудшая качество большинства материалов и напрямую разрушая биологические ткани. А, Крушитель миров звучит круче. Теперь вопрос, как мне этого Колосса создать? Кстати, раз уж у меня так много энергокредитов появилось, думаю, можно создать два Титана по двум проектам. Так, и вопрос-вопрос. Наверное, мне нужно какую-то технологию открыть. А, Колосс еще не до конца исследовался, я понял. У Баррики решили прекратить со мной соперничество, ну спасибо. Вообще у меня со всеми вроде как улучшаются отношения понемногу. А нет, они на нуле стоят. Но меня уже не интересуют хорошие отношения, вы опоздали, ребята. Мы получили сигнал бедствия от главного мастера трупа мастеров. Их последняя станция, служившая культурным центром, уничтожена. Несколько творцов уцелели, но трупы по сути больше нет. Печально, я был покровителем искусств долгое время, причем. Это все из-за серой бури. Так, куда вы летите? Только не говорите, что сюда. Потому что тут мои доедальщики сидят после прыжка, и они не очень сильные. Давайте-ка назад, ребята, тогда. Нужно от них убежать. Сейчас они соединятся с зарклановцами и вместе разнесут этот флот. Так, здесь у нас основа гонится за другой флотилией серой бури. Флот серой бури влетает в систему, где у нас находится Бумер, к сожалению. Доедальщики и зарклановцы. Я надеюсь, Бумера сейчас не уничтожат. Пожалуйста, он тут случайно вообще оказался. Летите, ребята, быстрее на помощь. Ой, Бумер! Бумер нет! Только не говори, что ты умер. Фух, он пропал просто. Хорошо. Может быть, от Бумера уже нет пользы. Потому что он нигде не воюет, не сражается, но он все равно символ нашего редиса. Наше тотемное животное, его нельзя терять. Но эти довольно быстро разваливаются. Ненависть и злоба не способны поколебать нашу целеустремленность. Нам противостоят миллиарды разумов, но их единство ненадежно. Его подрывают их численности и индивидуализм. Каждое новое наше тело действует ради общей цели. Наши мечты неизбежно воплотятся в их реальность. Мы участвуем в поединке силы воли, и расы галактики проигрывают нам. Идеи завоевывай. Так, создает особый проект, приложение Слияния, открыты новые бонусы кризиса, эсминцы угрозы. Ой, я получил третий уровень, да? Да, отлично. Эсминцы угрозы теперь я могу делать. Скорость строительства кораблей плюс 50%. И нам наконец-то доступна тактика бомбардировки Армагеддон. И еще у нас корветы быстрее будут. Это хорошо. А как мне нанимать вот эти вот корабли угрозы? Совсем забыл я на это посмотреть. Кстати, проекты здесь их тоже можно менять. А, я просто могу отдельную флотилию создать, которая будет чисто из угрозы состоять, да? А чем мне отличаются от моих обычных кораблей? А, на их производство уходят только минералы. Что насчет содержания? Содержания тоже немного минералов и энергокредитов. Совсем немного. Например, на обычный мой корвет уходит больше энергокредитов. Хм, это хорошо. Можно, в принципе, эти эсминцы корветы нанять. Но пока что, я думаю, у меня и так мои ребята справляются. Снова дайдальщики. Они тут всех вроде уничтожают нормально, да? Здесь я, кстати, все системы уже захватил, которые мне нужны были. А, нет, вот эта еще не захвачена. Сейчас Соснова тогда с ней разберется. Хотя, вообще, туда я лучше отправлю Зарклан, чтобы они быстро их вынесли. И потом мы уже будем двигаться, наконец-то, к Казам. Я так понимаю, мне нужно будет их все системы планеты оккупировать, чтобы достигнуть военных целей. И все. Они станут моими вассалами, а Диксов мы просто немного побьем. Давайте-ка попробуем устроить Армагеддон на вот этой планете Дикс. О, кстати, это столица Диксов. Сейчас им будет очень плохо. Так, включаем Армагеддон. Огромный урон армиям, огромный урон планетам, огромный урон поселениям. Прощайте, ребята. Вау, как быстро растет опустошение. Мы полностью сформировали концепцию конфигурации колосса, которая теперь готова к сборке. Однако мы с некоторым беспокойством осознаем, что такой кошмар, как Рушитель Миров, возможно, тоже станет явью. Так, две новые технологии я получил. Колоссы и разлом ядра. Давайте Джиггернаут сейчас изучим. Ну что ж, наконец-то у меня готово два титана, и их, наверное, нужно отправить сразу же за нашими ребятами. Мощь этих двух титанов 14 тысяч. Насколько я знаю, их лучше в две разные флотилии кинуть, потому что они дают бонусы моим кораблям. Хотя нет, у меня тут стоит демпфер щита и квантовый дестабилизатор, который, наоборот, бьет по противникам. Значит, наверное, не важно, в каких флотилиях будут эти титаны. Давайте я одного титана дам дайдальщикам, и второго дам моей основе. Все, ребятки, давайте летите, и, конечно, путь вам предстоит далеко не близкий. Но рано или поздно вы с другими флотилиями соединитесь. Я, кстати, уже пришел на территорию указов, и понемногу их планеты бомблю. Еще одно достижение я получил. Гранд Адмирал. Иметь флот с общей силой больше ста тысяч. Вау, я уже настолько крут. Можно снова активировать голову и получить еще один флот Зарклана. Давайте. Верные слуги Зарклана в вашем распоряжении, Редис, дайте нам знать, кого нужно сразить. Так, все Зарклановцы должны соединяться. Ой, беда, я отправил двух титанов присоединиться к моим флотилиям, и они тут нарвались на мусорщика. Я забыл совсем эту систему запретить. Да я вообще не думал, что они сюда полетят. Так, ребята, я надеюсь, вы отступите, потому что я не хочу вас терять. Не надо с ним сражаться. 17 дней нужно еще подождать. Этому 22. Вот дураки. Я буду очень сильно удивлен, если они его вынесут, но это вряд ли. Эх, что это такое? Зачем? Не стреляй, не стреляй, мы с миром пришли. Так, этот может отступить. Ты можешь? Ты тоже можешь, все. Блин, правда, неизвестно еще, когда они вернутся. Можно вообще туда основу мою отправить, мы наверняка этого мусорщика вынесем. Так, кураторы, скажите мне, сможем ли мы его уничтожить? Да, сможем. Давайте мы еще узнаем, как его победить. Получим урон плюс 25% по нему. И пусть моя основа летит его уничтожать. Я надеюсь, что основы моей хватит, чтобы его победить. Потому что терять ее вообще не хочется. Давайте, давайте, уничтожайте его. Мусорщики нам всякие тут не нужны. Да, они нормально по нему бьют, вроде. Когда-то внушительный корпус мусорщика превратился в обугленные останки, искрящихся механизмов и текущих топливопроводов. Когда наши потрепанные боевые корабли делают завершающий заход на ослабевшего робота, он в последний раз пытается задействовать свой гипердвигатель. К несчастью для робота урон, нанесенный его основным системам, оказывается слишком серьезным. Его оголившееся ядро испускает обжигающий белый голубой свет, когда его двигатели запускаются, а затем глохнут. После чего свечение становится все более жарким и интенсивным, пока несколько проломов в ядре не разрывают конструкцию на части. Оборванного правителя системы Широканада больше нет. Его останки мы проанализируем, получим нанитовые системы ремонта и две технологии следующего списка. Нейтраниевые материалы, гиперщиты, гаусс-система, ракеты-хищники, гамма-лазер. Окей, можно прямо сейчас туда научный корабль отправить. А, или мне даже не нужно отправлять туда никого. У меня открываются сразу же ракеты-хищники и нанитовая система ремонта. Окей, но она стоит нанитов, а нанитов у меня 400 штук, кстати. Но пассивно они мне не капают никак. Скоро еще, кстати, джиггернауты откроются. Так, вы, ребята, летите на ремонт. Кстати, я же колоссы изучил и даже не посмотрел на него. Посмотрите на это нечто. У него есть крушитель миров. Содержание 31 энергокредит и 10 сплавов. Я могу, в принципе, одного крушителя сделать и какую-нибудь планету разнести. Например, столицу Адиксов. Почему бы, собственно, и нет. Только мне, наверное, нужна сборочная станция какая-то. Вот, сборочная верфь колоссов. Поставим ее тоже в трапесте. Правда, трапез довольно далеко находится от границ с другими государствами. Но зато здесь у нас основные всякие корабли производятся. И они, если что, тут будут в безопасности. Джиггернаут наконец-то изучен. Делается он тоже на сборочной верфи колоссов. Давайте посмотрим еще и на него. Вау. Серьезный чувак. На него можно поставить 2 х-пушки. Например, тахионное копье. Какую-нибудь или мега пушку. Но тахионное копье выглядит покруче. Например, 2 штуки мы втыкаем. Какую-нибудь еще анонитовую систему ремонта. Вот так. Я не хочу смотреть билды сейчас никакие. Сохраним. На нем тут много штурмовиков стоит. Содержание в целом тоже не особо дорогое. Можно еще и его воткнуть здесь в трапесте. Но сначала нам нужна сборочная верфь колоссов. Мы растем и множимся. Наш единый разум охватывает несметное количество трудней, разбросанных по нашим мирам. С каждым захваченным миром мы чувствуем, как колебания покрова и его энергия напитывают миллиарды наших тел. Даже находясь в другом измерении, мы ощущаем, как покров усиливает нас. И наш разум трепещет от мысли о том, что мы сможем стать непобедимыми, если сумеем пробить брешь между измерениями. Окей. Сколько мне до четвертого уровня кризиса? Довольно много еще. Тут надо 5000 угрозы. А у меня почти 3200. Но у нас будет повышен урон от корабельных орудий на 50%. Вау. Для последнего уровня нужно вообще 10 тысяч угрозы. Мы завершили строительство великолепного Джаггернаута. Эта мобильная крепость полностью меняет старые доктрины наступательной войны в космосе. Он может собирать и чинить корабли прямо на линии фронта. Его огневая мощь позволяет беспощадно подавлять любое сопротивление. Отныне Редис Юнити правит галактикой, и только глупцы посмеют бросить нам вызов. Ступайте и покорите вселенную. Отлично. Еще я построил колоссы, и теперь у всех появились поводы к войне с нами. Остановить колосса. Я не знаю, сколько лет прошло с прошлого включения, но я здесь захватил уже все планеты, все системы указов. И сейчас все, что мне нужно, это захватить еще вот эти вот системы, на которые я притязаю. Точнее, планеты, которые тут есть у адиксов. И тогда я, по идее, смогу достигнуть военных целей. Хотя усталость войны уже у них максимальная. Они уже ничего мне не могут сделать. У них все космические базы, все верфи уничтожены, все флотилии уничтожены. Могли бы просто капитулировать. Давайте, кстати, посмотрим на нашего Джиггернаута и колосса. Вот они, вот они, ребятки. Точнее, здесь у нас один Джиггернаут. Не знаю, куда мне его двинуть, но пусть пока здесь, наверное, стоит. Так, где, где колосс? Он построился же? А, вот он, вот он. Он может разломать мир. Такс. Ммм, на ком бы его опробовать? Кстати, он может очень далеко прыгать. Так, 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 давайте подумаем. Отправим его, наверное, в тем. И из тем отправим вот сюда, в Эвагимар. Хотя, стоп, где у нас тут была столица Адиксов? Вот здесь она. Но это далековато, туда колосса отправлять. Мне еще интересно, насколько он вообще боеспособен против обычных флотилий. Потому что у него тут всего лишь одна пушка, которая перезаряжается 90 дней. Ну да, скорее всего, колосс не может против кораблей сражаться. То есть, он может только планету взрывать. Ну ладно, мы тогда взорвем вот эту вот планету у Эвагимара. Просто, чтобы посмотреть на то, как это работает. Джаггернат пусть пока тут стоит. Не знаю, куда его отправлять. Если что, здесь у меня серая буря немного. Система моя разнесла, но основа уже летит с ними пообщаться. Так что здесь ничего страшного нет. Ладно, вернусь к вам, когда мы уже выиграем войну, надеюсь. Кстати, а мой колосс не может обычные миры разрушать. Он может только обитаемые, безжизненные, расплавленные, замерзшие, токсичные миры уничтожать. А если я установлю на него нейтронный чистильщик, не знаю. Или может быть мне нужно его сначала протестировать, типа эксперимент провести. Надо тогда найти подходящий мир какой-то. Вот, я нашел здесь расплавленный мир. Колосс сейчас сюда прилетит и попробует его разнести. Притязаний у меня на него нет. Просто проверим, как это будет работать. Кстати, да, забыл сказать. Великого хана убили и все. Орда возвращается к старым обычаям. Так, колосс начинает уничтожать расплавленный мир. Давайте на это посмотрим. Долгом будет это делать? Прогресс идет. Ну, выглядит красиво, конечно, да. Колосс завершает свою катастрофическую миссию. Плавное покачивание. Подождите, подождите, я хочу это увидеть. Вау. Вау. Продолжаем читать. Покачивание корабля Air Nature's Rage вследствие процессов разрушения коры и угасания магнитосферы планеты Вердамон-1 постепенно утихает. Сложно представить всю силу агонии умирающей планеты, но траурная красота ее расплавленного ядра, охлаждаемого ледяным космосом, неоспорима. Так, что теперь? Мы немного поэкспериментировали, разрушили планету. Могу я теперь разрушить планету другую? Да, я могу. Вау. Что ж, ребятки, давайте уничтожим вот эту вот планету Глу-Гоу, которая принадлежит Адиксам. Или может быть реально к ним в столицу полететь? Как там, прыжок восстановился? Да, ребята, сейчас мы уничтожим столицу Адиксов, просто разнесем их планету в клочья. Колосс прибыл, разлом мира. Да, жили-были Адиксы на своей планете, но стоило им предать Редиса и все, сейчас они будут уничтожены. Ну не все, конечно, полностью, но их столица, их родной мир, сейчас ему будет очень больно. Конечно же, я мог бы эту планету захватить, но столицу Адиксов нужно уничтожить. Жаль, что у меня не было колосса, когда я воевал с калимарами. Давайте посмотрим на это. Мне еще одно достижение дали. Эх, красота. Нет больше у Адиксов столицы. Интересно, куда они переехали, кстати. Вот сюда, в Максот, который я уже давно захватил. Хм, колосса надо возвращать на всякий случай, чтобы он там не потерялся. Ну что ж, готово. Наконец-то я могу достигнуть военных целей. За это время довольно много всего произошло. Пока я воевал, почти 30 лет мы воевали, кстати, уже. В 2392 мы начали в 2365. У нас появился колосс, у нас появился джиггернаут, мощная флотилия. Я, кстати, сделал еще один флот угрозы. Здесь корветы, эсминцы. Уже очень скоро будет четвертый. Я стану врагом всей галактики. Так, хорошо, хорошо. Давайте навязывать требования. Достигнуть военных целей, сделать предложение. Казы станут моими вассалами. А Диксы, ну, потеряют немного своих систем, а в целом пока что будут живы. У меня, кстати, очень много энергокредитов, я понятия не имею, куда мне их тратить. На что? В казино, что ли, сходить? Так, наконец-то можно всех отправить на ремонт, на улучшение. Готово. Казы, теперь мои подданные. В войне мы побеждаем. Казы, кстати, могут мне объявить войну, но я сомневаюсь, что они это сделают. Они просто будут мне подчиняться. А могу ли я как-то сделать их тоже частью коллективного сознания? Скорее всего, нет. Ну, кстати, они меня ненавидят, что неудивительно, потому что я их починил, я тут их побил очень сильно, Армагеддоном разнес их планеты. Давайте, ребята, с вами пообщаемся, начнем улучшать отношения. О, забирайте товары массового спроса, они мне вообще не нужны. Могу вам еще немного сплавов дать. Нет, сплавы мне не нужны. Что вам надо? Темную материю хотите? У меня их, в принципе, тоже много. Вот так. Немного улучшим с ними отношения. Я могу вам еще связи дать. Нет, связи им не нужны. В общем, подтвердить. Мы ощущаем, как волны этого потустороннего океана захлестывают наш разум и разбиваются о преграду, что стоит между нами и величием. Нам осталось лишь немного попрактиковаться в истязании окружающих. Постепенно все они покорятся. Особый проект «Разорвать ткань» у нас появляется, и теперь я могу строить крейсеры. Угроза, это хорошо. Давайте разорвем ткань. Если мы хотим в полной мере реализовать свой потенциал, нужно открыть проход и покончить с этим примитивным двойственным состоянием реальности. Нужно найти способ превратить две вселенную в одну. Ну, лишь наша воля станет определять новую реальность. Четвертый уровень кризиса. Я враг всей галактики, плюс 50% урон корабельных орудий. Кайф. Так, сейчас у меня с адиксами будет перемирие. Казы уже мои вассалы, и мне от них ничего в целом не надо. Наш следующий враг, ребята, это Цинн Конфедерейшн. Мой главный соперник в галактике. Если я их уничтожу, то поднимусь на второе место в журнале победы. Дальше мне надо будет уничтожить Побелин Протекторс, я так понимаю. Здесь у них стоит флотилия, кстати, 100 тысячная. Здесь тоже 100 тысячная флотилия. Но, по-моему, у меня повышенный урон по угасшим империям, если я не ошибаюсь. По-моему, где-то у меня был такой модификатор, возможно, я ошибаюсь. А, эта штука открывается в бонусах застремления. Да, я ее не брал себе. Но, в общем, Побелин Протекторс, видимо, нам тоже придется в конце уничтожить. Осталось играть всего 100 лет примерно. Очень жаль, что время очень медленно идет. То есть, пока я эту серию записывал, у меня текущий сеанс 200 минут. Это очень много. При том, что мы практически ничего не сделали. Если, когда я нападал на Казов, я делал подчинение, то... Когда я буду нападать на Цинн Конфедерейшн, у которых уже мощь флотилия по сравнению со мной хуже некуда. Но это устаревшие данные, опять же. Цинн Конфедерейшн я буду, скорее всего, уничтожать. Делать вечное изгнание. Хотя у нас тут еще один Казус Белли появился. Тотальная война Колосс. И какова цель будет этой войны? Просто все их планеты взорвать? Интересно. Теперь надо разобраться с новыми планетами, которые я завоевал. Адиксы будут ассимилироваться. Хотя адиксы тут и не живут. Тут у Индары, у Барига, Сергоги мультиксы какие-то. А адиксов нет. Ну, ладно. На Кентероме тоже нет адиксов. Странно, странно. Ну, ладно. Переносим, конечно же, наше древо жизни великое. Все эти планеты, правда, еще опустошены у нас очень сильно. После моих бомбежек. Но они справятся, я думаю. Государство Бариг Стар Империум вовлечено в гражданскую войну, в которой правительство Бариг Органиков противостоит возникшему в их системах разуму, известному под названием The Rosero One Junction. Посмотрим, чем это обернется. Да, ребята. Интересно, насколько эти роботы сильны? Кстати, это же тоже коллективное сознание. Хоть мы и немножечко отличаемся, потому что они машины, а мы редис. Интересно, смогут ли они уничтожить у Бариков или как-то их побить сильно. Ну, на этом, я думаю, можно заканчивать сегодняшнюю серию. Я знаю, что здесь в целом не так уж и много всего было, но мы с вами поуничтожали планеты, получили четвертый уровень кризиса, а наша флотилия сейчас супер мощная, и в следующей серии мы с вами, скорее всего, пойдем уничтожать Цинн Конфедерейшн, уже чтобы просто их стереть с лица галактики, потом займемся Убариками, ну и все. Мне кажется, во время войны с Цинн Конфедерейшн мы еще и Лис уничтожим, и Цинн Стар Коммоналити. Цинн Конфедерейшн, кстати, тут имеет систему с вратами, и они через нее могут летать, к нам быстро добираться. Но это небольшая проблема, мы как-нибудь придумаем, как с ними воевать. Я уверен, что больших проблем не будет с этим. Все-таки у моей основы 68 тысяч военная мощь, у Дайдальщиков 54, Заркалановцы у меня есть на 23 тысячи, еще флот угрозы я прокачаю в следующей серии. У нас есть Джаггернаут, который тоже довольно-таки мощный, со своими ангарными отсеками, то есть у него будут штурмовики летать и уничтожать всех. Но Джаггернаут, скорее всего, у нас в битвах не будет участвовать, хотя, может быть, и будет. В общем, следующая серия обещает быть веселой, я постараюсь на нее выделить целый день, чтобы записать, и, может быть, мы за всю следующую серию уничтожим полностью Цент Конфедерейшн и всех остальных их союзников. Так что, если эта серия вам понравилась, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны, вступайте в группу ВК, пишите в комментарии, как вам эта серия. Если вы думали, что Редис ничего не добьется, Редис будет уничтожен, то пишите в комментарии свои извинения, потому что Редис очень сильно на вас обиделся. Мне-то все равно, но вот этот вот красный фрукт, которому уже неизвестно сколько лет, всех вас запомнил, кто писал, что Редис Юнити ничего не добьется. В общем, всем пока!